здравствуйте уважаемые коллеги и зрители канала заметки электрика в данном видеоролике я расскажу вам про сборку щита для бани в принципе у меня на канале уже имеется видео про сборку электрических щитов например как квартирные щиты щит для гаража я подробно рассматривал и для прочих помещений можете переходить соответствующий раздел на канале и ознакомиться с этими видео щит у нас будет достаточно простой и бюджетный но в то же время он будет выполнять все необходимые защитные функции качестве оболочки у нас и будет применяться навесной металлический распределительный щит crm24 серии про от иек на 24 модуля вот у нас каждый ряд по 12 модулей степень защиты щита ip31 почему не выбран щиты со степенью защиты 54 потому что данный щит будет расположен в тамбуре то есть для данного помещения для помещения тамбура это вполне будет достаточно кстати кому интересно у меня на канале имеется видео о том как проводятся испытания оборудования на эту самую степень защиты чтобы здесь хотел отметить по щиту здесь вместо металлической панели который мы привыкли видеть в металлических щитах используется уже пластиковая панель это я считаю большим преимуществом для металлических щитов и считаю ее применение достаточно безопасной дело в том что сколько уже случаев было на моей практике что при установке вот этого металлической панели где использовалась металлическая панель случайно касались ей таковедущих частей находящихся под напряжением при этом сразу естественно возникает короткое замыкание с большим риском поражения электрическим током или дугой сам лично всегда с осторожностью устанавливаю вот эти вот металлические панели и каждый раз в голову приходит мысль почему же не сделают вот пластиковые панели металлические щиты ну видимо производители нас услышали и вот вам пожалуйста панель крепится на вот этих четырех защелках они поворачиваются и она с легкостью снимается щит имеет также съемную раму она крепится на 4 крепежной гаечки вот она у нас снимается здесь у меня еще опорных стоечек нет я их снял в общем вот рама снимается и производится в удобном месте непосредственно сборка щита также на раме установлены держатели для нулевой шинки и шины п.е. регулировка динрейк по высоте отсутствует но в этом и нет особой необходимости так как высота от рейки до основания щита составляет 20 миллиметров что без проблем позволит задней стороны прокладывать жгуты проводов и отходящие кабели также расстояние между динрейками здесь вполне достаточно и составляет между ее центрами 125 миллиметров дверка у данного щита перенавешиваем а устанавливаем наши коммутационные аппараты и устройства в щит верхний ряд по порядку идем вводной автомат номинал 25 ампер характеристика c есть далее после него идет в 1 узо номинал 40 ампер ток утечки 30 миллиампер напомню что согласно требований правил необходимо защищать узо от сверхтока в принципе допустимо устанавливать узо аналогичным номиналом как и в одной автомат но так как в одной автомат имеет некую перегрузочную способность например при токе 1 45 от номинала он может отключаться в течение аж целого часа поэтому чтобы защитить узо от перегруза рекомендую устанавливать его на одну ступень выше чем в одной автомат поэтому здесь за у нас на 40 далее у нас это устройство уздп 63 это устройство защиты от дугового пробоя или искренней в электропроводке искренней в сети о нем я еще вам не рассказывал на своем канале но к нему я еще вернусь более подробно мы его испытаем в общем что помимо этого она является она несет в себе функцию реле напряжения и при превышении напряжения выше 275 вольт отключает отключается также она имеет встроенную варисторную защиту от импульсных перенапряжений в сети в общем такое многофункциональное устройство наподобие устройства узо elta 2d о котором я подробно рассказывал и проводил испытания ну как я уже сказал к этому устройству мы еще вернемся более подробно она у нас имеет номинальный ток 25 ампер что соответствует нашему в одному номиналу нашего в одного автомата она у нас будет установлена сразу после в одного узла и далее верхнем ряду у нас будет установлена щитовая розетка но это обычно у нас розетка для устанавливая на день рейку то есть всегда удобно когда в щите имеется розетка никуда не тянуть не бежать что-то тут же подключил что-то поработал ну и нижний ряд щита это у нас будет ряд автоматических выключателей различных номиналов на розеточные линии на мощные потребители это будет у нас 16 амперные автоматы характеристика c на линии освещения 10 и 6 ампер далее мы все установили теперь верим нашу панель и сдвигаем наши автоматы до упора затем устанавливаем фиксаторы для один рейки чтобы наши аппараты не перемещались во время сборки во время эксплуатации во время транспортировки и так далее так держатели установили все нас теперь жестко никуда не денется так и проверяем нашу панель проверяем ничего не ушло все ровненько ну начнем сборку щита по порядку для сборки будем использовать гибкий проводник пуговая сечением 6 квадратных миллиметров у нас по номиналу он вполне проходит даже с некоторым запасом принципе может было и четверка сделать коммутацию щита но у меня его нет буду делать шестеркой начну по порядку прямо с водного автомата то есть водного автомата делаем перемычку на наше водное узор фазную перемычку а а а и а а Продолжение следует... 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 В щите установлены два пластиковых держателя, и их можно использовать, ну, например, один держатель для нулевых шин, второй для шин ПЕ. Какой минус, сразу скажу, в отличие от тех же щитов Мистраль, то, что, вот, например, вот этот держатель я бы хотел установить, допустим, для шины ПЕ вверху, а для нулевых шин внизу. Ну, чтобы здесь вот было побольше места для коммутации. К сожалению, здесь я такого сделать не смогу, потому что вот эти крепежные стойки, они предназначены одновременно для двух держателей. Поэтому мы можем установить два держателя либо внизу, либо два держателя вверху. Ну, я оставлю внизу. Теперь по шинке. Шинку я вот, одна у меня уже здесь установлена. Но дело в том, что она здесь свободно перемещается, видите? И для ее фиксации, чтобы во время эксплуатации она не соединилась там с другой шинкой, если таковы будут иметься, ее необходимо здесь зафиксировать. Обычно вот в шинке идет два или один по центру нарезанная резьба, ну, для крепления на изоляторе или просто корпусу щита. Здесь же вот у меня шинки, это от АББшного щита. Они идут в своих корпусах, таких вот фиксированных. Поэтому никаких дополнительных здесь отверстий для крепления нет. Поэтому я решил сделать немножко иначе. Вот у меня есть две такие шинки. Я сейчас их разберу и установлю в нашу, в наши держатели. Про что я и говорил. Видите, в этих шинках имеется крепление, имеется резьба для крепления шинок на какую-либо поверхность, на изолятор и так далее. А я это буду применять с помощью этих же винтов, буду фиксировать шинки в нашем держателе. Но что я еще здесь сделаю, так как у меня потребителей немного, всего 12 групп, поэтому я для экономии места внизу щита, я этот верхний держатель уберу, а шинки установлю следующим образом. То есть слева у меня будет 0, справа у меня будет шина PE. По количеству как раз все соответствует. Ну, на шине PE немножко меньше, но здесь силовой нагрузки нет, поэтому можно где-то подключить и 2 проводника под какой-то зажим. Но здесь нагружена будет лишь максимум, наверное, половина групп. Вот у нас получился держатель с двумя шинами. Шина нулевая, шина PE. Никуда они у нас здесь не перемещаются, друг к другу не соединяются. Вот, в принципе, и силовая часть щита собрана. Вот такая вот простая схемка. Ну и что теперь нам осталось подключить нашу розетку. Подключение я буду осуществлять гибким проводником по УГВ сечением 2,5 квадратных миллиметров. И фазу подключаем от автомата на первую клемму розетки. А ноль розетки подключаем к нашей нулевой шинке. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. В общем, подключил сюда питание, сюда подключил фазу и на УЗО подключил 0. Включаем наш вводной автомат. Включаю УЗО. Все нормально. Проверяем кнопку тест. Работает. 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 Отлично. Здесь уже горит зеленый индикатор на устройстве защиты от дугового пробоя. Это нормальное его состояние. То есть, то, что напряжение на входе в устройство соответствует норме. Включаем наше устройство. И, в принципе, все. Фаза у нас ушла уже на наши группы автоматов. Ну, включим нашу розетку. Вот он, наш автомат. К этому устройству в комплекте идет специальная вилочка. Это имитация дугового пробоя. Поэтому, чтобы убедиться в чувствительности данного устройства, не конкретно для вашей сети, берем вот такую испытательную вилку и проходим все наши розетки, которые у нас имеются в квартире или на даче. В общем, у меня имеется пока всего лишь одна розетка. И я вставляю эту вилочку в нее и смотрим, как отреагирует на нее устройство. Оп. Устройство сработало, отключилось и горит у нас красный индикатор. То есть, это символизирует о том, что отключение произошло по причине дугового пробоя. Я уже говорил, что данное устройство имеет защиту от превышения напряжения в сети. И когда напряжение в сети превысит более 270 вольт, то здесь начнет моргать красный светодиод. Естественно, при превышении напряжения устройство у нас отключается. Как только напряжение в сети нормализуется, некоторое время поморгает зеленый светодиод и потом будет гореть вот так постоянно. Еще имеется у него режим, когда попеременно моргают зеленый и красный светодиоды. Это так называемый отказ устройства. То есть, оно при каждом включении у него происходит самодиагностика, затем идет автоматическая самодиагностика через каждые, по-моему, 12 часов. И если есть какие-то внутренние неисправности, то устройство отключается и здесь горит попеременно красный и зеленый светодиоды. Прокладываем ПЕ-проводник для нашей щитовой розетки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уже ранее всегда говорил и сейчас повторюсь. Фазы у нас белого цвета проводники, ноль синего цвета и ПЕ-проводники желто-зеленого. Как я уже говорил ранее, для коммутации щита я применил гибкие проводники сечением 6 квадратных миллиметров и сечением 2,5 квадратных миллиметров. А, соответственно, при подключении гибкого проводника к устройствам, к автоматам, к УЗО, к розетке и так далее, я использовал стулочные наконечники НШВИ соответствующего, естественно, размера. Здесь хотел бы рассказать про нюанс. Когда идет полный набор, полная комплектация щита, там еще входит одна вот такая вот перемычка, которая устанавливается для заземления непосредственно вот дверцы щита, а уже отсюда происходит соединение с ПЕ-шиной. В принципе, так делать можно, то есть соединять сюда, а потом на шину ПЕ последовательно. Физический смысл как бы особо не теряется. Но, согласно ПУЭ, так делать запрещено. Заземлять нужно каждый элемент отдельным ПЕ-проводником, то есть отдельный проводник у нас идет с шины ПЕ на дверцу сюда вот и отдельный ПЕ-проводник у нас идет на корпус щита. Почему я сейчас сразу подключаю ПЕ-проводники? Потому что это сейчас делать удобно, пока здесь еще нет рамы. Итак, поехали. ПЕ-проводник. 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 Продолжение следует... Теперь подключу наши ПЕ проводники, заземление дверцы и корпусы щита к нашей шине ПЕ. Устанавливаю недостающие опоры для пластиковой панели. Один проводник я уже здесь подключил, корпус щита и у меня еще вот здесь один остался. И вот здесь вот есть такая вот особенность, то есть когда мы одеваем панель, вот здесь вот у нас проводничок этой панелью зажимается. Но здесь специально предусмотрены выламываемые уголки именно для вот этого нашего проводника. Ну вот в принципе на этом и все. Осталось нам одеть пластиковую панель и щит готов. Ну и куда уж без наклеечек. Эти наклеечки с маркировкой групп автоматов заказчик затем наклеит сам, потому что я еще сам не знаю точное наименование потребителей. А что я сделаю точно, так это я наклею в щит вот такую дополнительную наклейку-подсказку по алгоритму работы нашего устройства защиты от дугового пробоя. Здесь имеется полная расшифровка, какой светодиод горит, что это обозначает. Ну а об этом я вам рассказывал в видеоролике. Но как памятка в щите данная наклейка будет очень кстати. Так, их убираем сюда. Ну и куда же без наклеечки, осторожно, напряжение. Вот на этом, пожалуй, все. Вот такое было видео про сборку щита для бани или сауны, кому как удобнее. Если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. Ну а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала Заметки Электрика. Субтитры сделал DimaTorzok